Скоро святой праздник, Пасха. И все мы готовимся к этому празднику так или иначе, красим яйца, печем куличи или покупаем. Человек ленивый, я всегда покупал куличи, а в этот раз решил сделать кулич сам, ну как сам. Тоже иду на маленькие хитрости, не с нуля его делаю, а решил его сделать из готовой смеси. И опять же с нашей уже известной печкой, которую мы не один ролик снимали и пекли хлеб и делали йогурт, теперь мы попробуем сделать кекс. Для этого я купил вот такую смесь, называется кекс с изюмом. Почитав, как это, ну, рецепт изготовления этого кекса, я понял, что он принадлежит для духовки. Но я хочу попробовать все-таки сделать его в хлебопечке. Судя по данному рецепту нам нужно, соответственно, 150 миллилитров воды комнатной температуры, 150 грамм масла сливочного растопленного и сама смесь. Соответственно, по инструкции мы засыпаем это все в ножку. Вначале наливаю воду, на самом деле нужно 100 миллилитров, наверное, не 150, 100 миллилитров воду. Сюда же выливаю сливочное масло растопленное и сюда же засыпаю нашу изумительную смесь. Посмотрим, что из этого получится. Пыль сладкая. Судя по инструкции, нужно поставить и замесить данную смесь на 5-8 минут. Так как у нас программы в выпечке кекса нету здесь, то я тоже пойду на маленькую хитрость. Я поставлю внутреннюю вкладку сюда машину и поставлю на режим замешивания. Режим замешивания это у нас 8 программа. Выбираем здесь 25 минут, но нам 25 не нужно минут. Мы как раз 8 минут подождем, через 8 минут придем и отключим машину для того, чтобы включить другую программу. Нажимаю старт. Пошло 8 минут. 8 минут я выставлю на таймере. И через 8 минут, когда прозвенеть таймер, мы вернемся к нашей хлебопечке. Наша печка остановилась. Посмотрим, что здесь произошло. Вынимаю контейнер. Вот такая красота. Тесто перемешалось. Не знаю, что из этого получится. Но что-нибудь да получится. Так как при данной смеси подъем тесто не нужен был, поэтому мы ставим тупо выпекание. Для этого выбираем 14 программу. Это у нас бейк-выпекание. Ставим цифру 14. Один час выпечки. Стартуем. Зажглась надпись бейкс, значит процесс пошел. Ждем, что выйдет. Процесс выпечки начался. У нас впереди один час. Можно пойти погулять и насладиться хорошей погодой. Вот, друзья, сигнал прозвучал. И мы выйдем сейчас то, что там получилось. Для этого мы берем специально заточенную доску. Ставим ее сюда. Так, и открываем наш... Ну, чтобы не забыть, выключим из розетки машину сразу. И вынимаем наш, так называемый, кекс. Все горячее. Надо учесть, что эта вещь очень горячая. Поэтому надо все делать достаточно аккуратно. Мы вот это лишнее убираем. Вот. И для того, чтобы украсить дальше наш кекс, нужно, чтобы он остыл. Поэтому пока накроем его полотенчиком, пусть он остывает. Доходит до кондиции. А чем мы будем украшивать наш кекс, я расскажу буквально через несколько. Наш кекс получился замечательный. Если бы вы знали, какой стоит запах, запах стоит обалденный. Для украшения нашего кекса я приобрел вот такую глазурь. Ее нужно разогреть в воде температуру 70 градусов. Я уже разогрел для экономии времени. И попробуем украсить наше изобретение, что получилось. Вот она глазурь. Мы нашу глазуру так, можно даже особо не стараться, потому что даже если стекает, то получается очень красиво. Таким образом глазурью украшаем наш кекс. У нас кекс получился не очень высокий, потому что такая форма оказалась, видимо, для запекания нужно брать более узкую форму. Это широкая, потому что он вышел на очень высокий. Но, тем не менее, еще для декоративности я купил такую подсыпку, которая продается в любых супермаркетах. И соответственно можно также украсить наш кекс с декоративными подсыпками. Они все съедобные, они кулинарные, поэтому тот уже только хочет, так сказать, так и украшает свое творчество. Я думаю, что таких подсыпок достаточно будет три штучки. Ну, вот что у нас получилось. Можно яичко положить, соответственно, вот что у нас получилось. Ну и напоследок хотел сказать вам шутку. Одну дочь подходит к отцу и спрашивает, папа, что такое Пасха? А он говорит, дочь, понимаешь, это великий праздник, который идет сразу после поста. Она спрашивает, что такое пост? И не унимается никакой. Она говорит, ну понимаешь, дочь, пост это когда нельзя пить, пить, кушать мясо, есть яйца. А дочь спрашивает, как же так? Ты же вчера пил, пушил мясо и ел яйца. Понимаешь, дочь, главное не блюсти, главное верить. Так вот и мы давайте все будем верить и Христос воскресе. С вами был Константин Ив. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова